Ребята, сегодня вы увидите ролик о том, как с моей мамой произошла страшная беда. Она чуть не погибла. Мама осталась жива, но получила очень серьезную травму. И еще я хочу сказать вам, что маленьким детям этот ролик лучше не смотреть. Мама ушла гулять, а я осталась дома. Может быть, если бы я пошла с ней, всего этого не случилось бы. Вася, не знаю, но я осталась дома. Вася, не нужно так переживать. Ты ни в чем не виновата. Ты не смогла бы помочь Марфе. Кто знает, что было бы, если бы ты в тот момент была рядом со своей мамой. Никиса, ты просто меня успокаиваешь. Нет, Васька, ты не смогла бы помочь Марфе. Вы обе могли бы погибнуть. Давай по порядку расскажем все нашим зрителям. Хорошо, ты права, Никиса. Только начинай рассказывать ты, а то я не смогу. Я буду плакать. Ладно, начну рассказ я. Марфа пошла гулять. Мы все каждый день ходим гулять, но на этот раз Марфа ушла далеко от дома. Ну вот зачем только она это сделала? Васька, не мешай. Марфа сейчас и сама об этом жалеет. Ну вот. Ушла, значит, Марфа далеко от дома. А ей навстречу выбежали две собаки. Две огроменные, страшные и, наверное, сумасшедшие собаки. Ну, может быть, и сумасшедшие. Но моя мама их не испугалась. Собаки отражили нашу Марфу. Эх, Марфа, Марфа. Лучше бы ты сразу убежала. А мама решила с ними сразиться. Она храбрая. Собаки напали в угол. Но Марфа купилась ими в бой. А потом собаки догнали ее в угол. Но она все равно не испугалась. Да, но мама вырвалась и продолжала с ней сражаться. Вы только посмотрите, какая она смелая. Она не сдалась. Да, да, ребята, все так и было. Только тогда мы всего этого еще не знали. Ветер, а Марфа вернулась домой. И куда ты подевалась? Никиска, ты случайно не знаешь, где моя мама? Понятия не имею. Я ее последний раз утром видела. Интересно, ну куда она запропастилась? Чика, ты не видел мою маму? Видел. Здорово! Где она? Я видел, как она зашла домой, а потом не знаю, куда она пошла. Куда же она подевалась? Вася, а зачем тебе нужна Марфа? Никиска, ну мне что-то неспокойно. Я волнуюсь. Да что могло случиться? Марфа погуляла. Потом пришла домой. И где-то спит себе спокойненько. Нет, Никиска, я должна ее найти. Ну, ищи, если хочешь. Мама! Мамочка! Мамуленька, ты где? Мамочка! Мамочка, да хватит тебе по комнатам бегать и кричать. Вася, а ты в прачечной смотрела? Марфа любит там поспать. Чика, ты молодец! Как это я забыла в прачечной посмотреть? Мамочка, да хватит тебе по комнатам бегать и спит себе там приспокойненько. А мы тут волнуемся. Мама! Ой, кажется, кто-то плачет. Да это же плачет моя мама. Мама, что с тобой? Почему ты плачешь? Все хорошо, все нормально. Да как же это нормально, если ты лежишь и плачешь? Я подралась с двумя собаками. Одна из них меня укусила. И теперь эта ранка болит. Мамочка, ты потерпи. Я сейчас все расскажу Коле, и он что-нибудь придумает. Я прибежала к Коле и все ему рассказала. Он осмотрел маму и нашел на ее мордочке небольшую ранку. Но ранка хоть и была небольшой, но уже немного гноилась. И Коле решил отвезти маму к ветеринару. Врач сразу определил, что у Марфы сильное нагноение. Но чтобы осмотреть ранку и выкачать гной, Марфе сделали укол и она уснула. Маме сбрели шерстку с щеки, выдавили гной. А чтобы ранка не затянулась и снова не загноилась, Ставили дренаж и надели специальный воротник. Это для того, чтобы она не смогла себя еще больше поранить. Коле принес маму домой. Бедная моя мама, ей, конечно, было больно. И она не понимала, зачем ей надели воротник. Вася, помоги мне снять этот дурацкий воротник. Нет, нет, мамочка, этого делать нельзя. Но почему? Если мы снимем с тебя воротник, Ты можешь случайно лапкой зацепить дренаж И даже порвать свою ранку. Нет, не киса. Ты просто не хочешь мне помочь. Все, я на тебя обиделась. Бедная Марфушка. Она на всех тогда обижалась, Потому что думала, что мы не хотим ей помочь. И мама сначала никак не могла привыкнуть к воротнику. Он ей очень мешал. Конечно, такой воротник кому угодно бы мешал. Посмотрите, как смешно мама пытается ходить. Вася, ничего смешного в этом нет. Вот на тебя бы надели такой воротник. Посмотрела бы я, как ты ходила бы. Никиса, да я и не думаю смеяться над мамой. Ну, просто хотела разрядить обстановку. А потом мама захотела есть. Она подошла к мисочкам, Но как ни старалась, Воротник ей так сильно мешал, Что у мамы ничего не получилось. И она ушла. Да, ушла. Но почему-то опять обиделась на нас. Да, обиделась. Потому что никто не хочет мне помочь. Я есть хочу, А этот дурацкий воротник мне мешает. Мне теперь что же, С голоду умереть? Мамочка, не обижайся на нас. Ты скоро привыкнешь к воротнику, И даже не будешь обращать на него внимания. Попробуй поесть еще раз. Не хочу, не буду. Никиса, ну что же нам делать? Ничего не делать. А главное, не обижаться на ее капризы. Мы должны сейчас очень внимательно И терпеливо к ней относиться. Мамочка, иди сюда. Зачем? Пойдем на кухню. Может быть, в привычной обстановке Тебе легче будет поесть. Давай, попробуй. Нет, не буду я есть, Пока не снимете с меня воротник. Марфушка, ну пожалуйста, Чтобы набраться сил, Тебе необходимо хоть немного поесть. Ну вот видишь, Марфа, Уже получается. Ты же у нас просто молодец. Ешь, Марфа, ешь побольше. Тебе это сейчас очень-очень нужно. Чтобы быстрее выздороветь, Ты должна много есть. Мамочка, мне кажется, Что тебе сейчас нужно отдохнуть. Может быть, ты поспишь? Да, я очень хочу спать. Но на диван мне нельзя запрыгивать. Врач сказал, что от прыжка У меня может закружиться голова, И я упаду. А где же ты будешь спать? Не знаю. Сейчас подумаю. Поищу какой-нибудь уголок. Мама, почему ты рычишь? На кого ты сердишься? На меня? Да нет, Василисушка, не на тебя. Просто мне больно. Может быть, я буду спать здесь? Мамочка, мне кажется, По диванам как-то неуютно. Может быть, ты поищешь Другое место? Тогда я буду спать в переноске. Она хоть немножко похожа на кровать. И подстилочка тут есть. Мама, я придумала, Где ты будешь лежать, Пока не поправишься. Интересно, где это? О, тебе там будет очень хорошо. Тепло, уютно, И никто не будет тебя тревожить. Интересно, Что это за место такое? Пойдем, покажу. Ты хочешь, чтобы я лежала в туалете? Конечно, Тут же все рядом, И тебе не нужно никуда ходить. Сюда я поставила мисочки с едой и водой. Вот наш лоток, Сюда ты будешь писать. А на этом теплом полу Тебе будет тепло и уютно. А Никиси и Чику я скажу, Чтобы они сюда не ходили И не беспокоили тебя. А когда тебе станет скучно, И ты сама захочешь с нами пообщаться, Ты выйдешь к нам через большую дверь. Я ее не буду закрывать, Потому что через нашу кошачью дверцу Ты в этом воротнике Не сможешь пролезть. Молодец, Василиса, Ты это здорово придумала. Здесь действительно хорошо, Тепло и уютно. Васька, А ты молодец, Хорошее местечко нашла. Я тоже там всегда люблю лежать. Никиса, Но пока мама не поправится, Мы туда ходить не будем. Но это само собой. Ребята, Но чтобы моя мама поправилась, Доктор назначил ей лечение. Коля целую неделю, Но каждый день носил ее в больницу. Эта мама сидит на скамеечке в больнице И ждет своей очереди. Видите, Как она спокойно себя ведет. Не убегает, не мяукает. А эта мама уже на приеме у врача. Ей целую неделю промывали ранку И кололи антибиотики. Мама очень мужественно переносила все процедуры. А они очень даже болезненные. Особенно уколы. Бедная моя мамочка. Прошло несколько дней, И маме стало намного лучше. Она уже смело и уверенно ходит по всему дому. А вот она пытается залезть под буфет. Но воротник мешает. Ей это не нравится. Какая она смешная. Бедная мамочка. У нее чешется ушко, А из-за воротника она не может его почесать. Да у меня не только ушко чешется, Ранка тоже зудит. Как даже с ним вот этот дурацкий воротник. Марфа, не грусти. Я знаю, как тебя развеселить. Вася, Васька, Что я придумала? Мамочка, ну давай, Побегай хоть немного За лазерной указкой. Ну, долго бегать не получилось. Все-таки мама еще болеет. Да с этим воротником И не очень-то побегаешь. Но вот, наконец, Наступил день. И маме вынули дренаж. Сегодня мне вынули из ранки дренаж. Но воротник обещали снять Только через два дня. Ранка без дренажа должна зажить. Врач боится, что я ее расчешу. Я объяснила ему, Что не буду чесать ранку. Не буду ее трогать. Но доктор мне не поверил. Ах, как мне хочется Поточить коготочки. Но не получается. Придется подождать еще немного. Ну вот, наконец, наступил день, Когда смарфы сняли воротник. Да, этот долгожданный день наступил. Сегодня доктор сказал, Что моя ранка совсем зажила. И воротник мне больше не нужен. Ребята, Коля сейчас снимет С моей мамы воротник. Вот Коля снимает воротник. Сначала нужно развязать бантик И распутать бинт. Эх, если бы не этот бинт, Я бы давно уже сама стащила себя Этот противный воротник. Все, бинт развязан. Теперь осталось расстегнуть липучку. И я на свободе. Ой, как же мне стало хорошо. Ну какая уже я стала некрасивая. Вся исцарапанная. Неужели я такой останусь навсегда? Марфа, ну что за глупости ты говоришь? Конечно же, все ранки заживут. Корочки отвалятся. И ничего видно не будет. Конечно, мама. Все пройдет, и ты снова будешь красоткой. А шерстка, она тоже вырастет. Я ведь снимаюсь в роликах. Мне нельзя быть некрасивой. Вдруг ребятам я не понравлюсь. И они перестанут смотреть наш канал. Нет, мамочка. Я уверена, что все ребята рады, что ты поправляешься. Они тебя любят. Ребята, напишите нам об этом в комментах. Правда, ребята, вы не перестанете меня любить. Спасибо, что переживали за меня и досмотрели этот ролик до конца.